Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо» — довольно субъективный разбор основных событий прошедшей недели. Как всегда, минут за 40 получите достаточной информации для того, чтобы чувствовать себя персоной глубоко разбирающейся в текущих мировых делах и политике. Ну или почти глубоко. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот что обсуждаем сегодня. Пессимизм — это хорошо информированный оптимизм. Так ли смертелен ковид-19, как мы о нем думаем? Коронавирус как оружие политической борьбы. Пандемия — не повод для остановки президентской гонки в США. От любви до ненависти — один грамм. Почему Павел Дуров закрыл проект выпуска новой криптовалюты? Вот как выглядит пандемия коронавируса на это воскресенье, 17 мая. Количество живущих на планете людей, заразившихся ковидом, перевалило далеко за 4 миллиона. Из них более полутора миллионов уже выздоровели. Число людей, которые не выздоровеют никогда, превышает 300 тысяч. В тяжелом состоянии находится порядка 45 тысяч человек, что составляет 580 граждан на миллион общего населения Земли. Повторяю, 580 на миллион. Соединенные Штаты продолжают лидировать в этой гонке. Положительный результат теста на коронавирус обнаружен почти у полутора миллионов американцев. Из них более 300 тысяч уже избавились от болезни. Порядка 90 тысяч на небесах. На второе место в мире по числу выявленных носителей инфекции вышла Россия. Показатели смертности там, слава богу, остаются предельно низкими. 16 человек на миллион. Знаете, на прошедшей неделе американское издание Wall Street Journal опубликовало прелюбопытнейший материал Эндрио Боган. Это молекулярный биолог из Калифорнии. Статья называется «Новые данные» и свидетельствует, что коронавирус не так смертелен, как мы думаем. Там приводятся результаты исследования группы ученых из Стэнфорда, проведенного в прошедшем апреле. Так вот, если верить этим ребятам, получается, что на самом деле количество инфицированных людей раз это 80 превышает те цифры, которыми оперируют врачи и политики, принимая решения о противоэпидемиологических мероприятиях. Я, как вы понимаете, говорю о чрезвычайных положениях, локдаунах, остановках производств и прочих нерабочих неделях. Если цифры в исследовании верны, то выходит, что уровень смертности от коронавируса не 2-3%, как это принято считать сегодня, а всего не более 2-х десятых. Что сопоставимо с показателями давно ставшего привычным сезонного гриппа, которого, понятное дело, почти никто не боится, к которому привыкли, из-за которого не закрываются города и страны и не останавливаются национальные экономики. Автор материала пишет, что в США локдаун был объявлен исходя из тех самых 2-3%, которые выливались в потенциальную возможность отправиться к праотцам более чем 2 миллионам американцев. Именно поэтому в стране было закрыто все, что можно было закрыть, со всеми вытекающими последствиями. Не все ученые согласны с результатами этого, скажем так, оптимистичного исследования, но повод немного выдохнуть у меня, по крайней мере, появился. Правильнее сопоставить данные, какая бы смертность была без ковида. И вот это вопрос. Еще один вопрос. Какой действительно скачок в смертности из-за пандемии? Как мы знаем, скачок объясняется разными причинами. Смерти напрямую вызванные ковидом, а также смерти из-за неустановленного диагноза ковид, а также смерти от других заболеваний. Например, сердечный приступ, возможно, вызванный вирусом как дополнительной кондицией у больного человека. Но также сердечный приступ без наличия вируса, вызванный переживаниями и стрессом из-за пандемии, и опасений заболеть. Или опасений не попасть в больницу, или из-за отсутствия мест, или от того, что не попали в больницу из-за ее перегруженности и умерли дома. То есть число примеров смертей, связанных с ковидом, напрямую или косвенно растет. Но есть и случаи, которые уменьшились из-за пандемии. Например, смертность в автокатастрофах. Что ожидаемо, потому что все сидят дома на карантине и мало куда ездят. В автокатастрофах, кстати, ежегодно на Земле, чтобы вы знали, погибает более полутора миллионов человек. В докоронавирусные времена от разного рода респираторных инфекций нижних дыхательных путей, а это та самая пневмония и бронхит, уходило на тот свет каждый год более трех с половиной миллионов людей. Надо сказать, ковид-19 не сильно портит эту статистику. Ну, так или иначе, но мир понемногу продолжает выходить из карантина. В большинстве стран ежедневный прирост инфицированных замедляется, а в тех государствах, которые все еще живут в строгом режиме, активно обсуждается и планируется этот самый выход. Смотрите, какая картина. Здесь, в Штатах, смягчение карантинных ограничений происходит крайне неравномерное. Не то что от Штата к Штату, от округа к округу разные планы возвращения к мирной жизни. Скажем, в часе езды отсюда, в городе Нейплс, уже целую неделю открыты рестораны и пляжи. А в Майами на следующей неделе открываются парикмахерские маленькие непродовольственные магазины. А вот в Детройте запускает даже сборочная цеха по производству автомобилей. А в Пенсильвании по-прежнему закрыто почти все. Тема скорости открытия предприятия и реанимации американской экономики стала абсолютно политической. Дональд Трамп подозревает губернаторов-демократов, которые не спешат открывать их Штаты, в саботаже с целью повлиять на результаты президентских выборов в ноябре. Представление избирателей в конечном итоге за все проблемы в стране ответственность несет действующий президент. В старом свете Еврокомиссии тоже не удалось выработать единую программу возвращения континента к нормальной жизни. И каждое государство пока в полной изоляции делает это самостоятельно. Границы закрыли очень быстро. С моей точки зрения, с точки зрения очень многих обозревателей, это был такой популистский шаг. Потому что вирус же не по национальным признакам распределяется и не по национальной территории. Если же закрывать и изолировать, тогда надо было регионы. Ну вот, конечно, правительство. Я думаю, что это как бы, естественно, легче каким-то образом это все контролировать, если ты прикроешь свою ситуацию там, где ты можешь регулировать вещи. Поэтому я в данном случае не один из яростных критиков национальных правительств в такой ситуации. Вообще ситуация очень трудная. Нельзя сказать, что было правильно делать, а что нельзя. Но надо эти границы сейчас открывать. Это большой почин, большая задача для нас всех и для комиссии тоже. У нас вот тут недалеко, на границе с Польшей, стояли километры огромных фур. И просто не проходили, потому что там было непонятно, каким образом их пропускать. Сейчас этот вопрос решили. Тем не менее, это ведь и для рабочей силы. У нас не хватает румынов, румынских рабочих на полях. Да, крестьяне жалуются. У нас не хватает польских рабочих на стройках, потому что люди просто не могут пересечь эту границу. То есть ситуация серьезная. Но идет такое послабление вот этого пограничного внутреннего режима. Я думаю, что мы из него вылезем, если не будет большой второй волны. Самой продвинутой, даже скорее отодвинутой от коронавируса страной в Европе можно считать Чехию. Там уже открылись практически все магазины, музеи, галереи. Даже возобновили работу кинотеатра. Все это, естественно, со строгим соблюдением санитарных норм. Хотя первой страной на континенте, объявившей о победе над ковидом, стала Словения. Там с конца недели режим эпидемии отменен, хотя о полном снятии всех карантинных мер пока речь не идет. Довольно туманная формулировка, согласитесь. Но ориентир, по крайней мере, поставлен. В славянской версии победа – это когда становится очевидной стабилизация распространения коронавируса в стране. В Германии тоже все выглядит довольно позитивно. В пятницу там открылись все рестораны и кафе, которые смогли обеспечить требования социального дистанцирования. Там каждая земля устанавливает свои правила выхода из пандемии. Однако действует соглашение «Доверяй, но проверяй», сформулированное федеральным правительством. Если в каком-либо регионе число новых выявленных случаев заражения превысит 50 на 100 тысяч жителей, послабление отменяется и снова вводится в строгий карантин. Такая апелляция коллективной сознательности. Пока работает. Самое удивительное – это гулять по городу, где полная толпа, где открыты все магазины, по крайней мере, маленькие, и где при этом закрыты все рестораны. Вот это самое дикое ощущение. И где стоят какие-то грустные, одинокие рестораторы, и там кофе на вынос, пицца на вынос, коктейль на вынос, мороженое на вынос. Потому что мы-то привыкли к другому, что для нас город, как теперь выясняется, это в первую очередь кафе и рестораны, чтобы можно зайти, выпить, там что-то съесть, а только во вторую очередь магазины. И вот когда все переменилось и радостно трепещет, это очень странное трепетание. У нас здесь очень странная ситуация, потому что меня кто-то спросил, на что похожи немецкие бергарты. Я сказал, что они больше всего похожи на котов Шрёденгера, которые сами не знают, живы они или мертвы. То, что тот, в котором я очень любил заезжать на берегу речки, он просто на камнях, на таких вот, как в каменоломне устроен. Там всё работает, но пиво только бутылочное, кружек нет, неизвестных науки, ну, как всегда, прекрасных сортов, и еды нет никакой. И при этом все, главная немецкая фраза, это «abstand halten», соблюдать дистанцию, это все свято halten, вот этот самый «abstand» в полтора, ещё лучше в два с половиной метра. То есть все в такой растянутой сильно очереди. Германия – это маленькие городки. Из, по-моему, 65 или 68 тысяч городков Германии процентов что-то такое 80, я сейчас в точных цифрах не уверен, только в порядке уверен. Это меньше 15 тысяч человек. Ну и что такое городок здесь 15 тысяч человек? Это одна-двух-трёхэтажные домики. Это у них сады, это тихие улицы, это город смешивается с речкой, с полем, с горами и так далее. Здесь проследить сидение дома абсолютно невозможно. Когда я прочитал, что на севере Франции закрыли леса, то мне просто никто в Германии не поверил, что можно закрыть лес. Нет, здесь вот этого ничего не было. Недоступны – это главные опасные места скопления людей. То есть, первое – это спортзалы, бассейны, например. Это запрещено. Будут открываться гостиницы, но гостиницы в Баварии, по крайней мере. Все при них спа-центры, бассейны и так далее – это тоже недоступно. Кинотеатра, конечно, нет. Публичные дома нет. И не скажу, что их много, и что они определяют жизнь нашего славного текстильными традициями центра, но они закрыты. Самые незначительные послабления карантина в Европе – в Великобритании. Сам переболевший коронавирусом премьер-министр Джонсон выступил с обращением к стране и объяснил своим согражданам, что у них теперь будет больше возможности гулять на свежем воздухе. И, в общем, это пока все. Ну и призвал к бдительности. Британия в первой тройке по числу инфицированных и погибших. Можно проводить на улице, в парке больше часа. До этого нам разрешалось ходить ровно на час. И либо магазин, больница, какие-то важные места, либо парк. Но, в принципе, такие серьезные контроли этого сняли еще где-то за неделю до этого. То есть если предыдущей неделе нельзя было просто прийти в парк и сесть. Ездила полиция на лошадях и на мотоциклах. И очень мило, очень интеллигентно спрашивали. Вы, наверное, издалека пришли? Издалека. Но, к сожалению, в парке сидеть нельзя. Нужно либо двигаться, либо заниматься спортом. Ну, то есть как-то очень все было диалогично. Но в то же время постоянно несколько полицейских парк в парках было. Где-то неделю назад это перестали делать. Но сейчас это уже официально. Чуть-чуть мягче стала риторика на тему того, что если вы не можете работать из дома, вы можете ехать в офис. Но там серьезные просят, чтобы это по возможности не было общественный транспорт. На машине, а еще лучше на велосипеде или пешком добираться до места работы. Но в целом, по-прежнему, если вы можете работать из дома, пожалуйста, продолжайте работать из дома. То есть по-прежнему такого, какого-то очень серьезного послабления, как ожидалось, не произошло. И больше того, все эти послабления относятся только к Англии. Ни Шотландия, ни Уэльс, ни Северная Ирландия на них не пошли. Автобусы ходят, продолжают ходить. Как правило, либо пустые, либо у людей есть возможность сидеть по отдельности довольно далеко друг от друга. Машин было меньше, но вот последнюю неделю как-то количество возросло. И, конечно, с понедельника, поскольку те, кто хотят вернуться в офис, им дают зеленый свет. Больше того, люди, которые работают в строительные дороги, инфраструктура, они все тоже возвращаются. То есть либо автомобили, либо, в крайнем случае, общественный транспорт. И он ходит. Закрыли водителей очень трогательно, автобусов. То есть отдельная часть автобуса перекрыта, все заходят через задние двери. И что еще более трогательно, автобусы бесплатные. В одной из самых пострадавших от коронавируса в европейской стране Испании тоже началось смягчение режима изоляции. В Барселоне открылись пляжи, вернулись на работу парикмахеры и владельцы мелких магазинов. Если ситуация будет развиваться так же позитивно, как сейчас, то правительство планирует возврат Испании к нормальной жизни к началу июля. Мы уже две недели, значит, нам разрешается, как в пионерском лагере когда-то, гулять с 8 утра до 10 утра. И с 8 вечера до 11 вечера. Значит, что в это входит? Это не только гулять, а это, значит, заниматься спортом. И поэтому резко возросло количество спортсменов, которых раньше не видели. Даже пенсионеры, все там колясочники, инвалиды, на костылях все выходят заниматься каким-либо спортом, чтобы хоть как-то войти в этот социум. Ну, я делал даже несколько таких прямых эфиров в нашем городе, в Фойнхироле на набережной. Вечером приехал туда на велосипеде. И, ну, меня это немножко вогнало в депрессию, потому что видеть людей в масках, семьи целые, которые проходят. Уже немножко даже изменились лица и выражения лиц людей. То есть те, вот я заметил, я как художник, я просто вижу это, что люди, которые в масках идут, вот семьи, да, они уже враждебно смотрят на людей, которые ходят без масок. Как бы выказывая им, что почему это вы нарушаете. Но вот штрафы нас и загнали все по домам и дисциплинировали, потому что штрафы от 600 евро. 600 евро это значит что? Вот 600 евро это, например, я вышел и вот аптека находилась, например, метров 200 от меня, да? А я вышел за аптеку и еще метров 100 прошелся и попал на полицию, которая меня остановила. И они говорят, что ты здесь делаешь? Я показываю документы, говорю, живу в том доме. Куда ты идешь? В аптеку. Они говорят, так ты прошел ее, все, ты прошел. И вот за 600 евро за то, что ты оказался на улице в то время, когда нельзя, а раньше же было нельзя с 8 вечера выходить. То есть полтора месяца просто нельзя никуда было выходить. И это 600 евро. Значит, если ты вступил в конфликт с полицией, начинаешь там спорить, объяснять что-то, врать, грубо говоря, говорить, я вот хотел туда пойти, запутался. Они же видят, они все-таки психологи. Значит, это 1200 евро. И если ты уже совсем буйный и не даешь документы, посылаешь там, грубо говоря, на три буквы полицию или, не дай бог, касаешься их и бьешь там или ударяешь. Ну, это вот 6000 до тюрьмы. В Сингапуре главное послабление карантин – это тоже разрешение на прогулки. Народ, естественно, массово рванул в парки, где оказался под присмотром четвероногого робота-спота. Это странное сооружение следит и регулирует соблюдение социальной дистанции между обалдевшими от свободы гражданами. Островное государство с населением около 6 миллионов человек занимает четвертое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в Азии после Китая, Индии и Пакистана. При этом уровень смертности достаточно низкий. При 24 тысячах инфицированных умерли 23 человека. 90% зараженных – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. Коренное население и экспаты чувствуют себя вполне защищенно. У нас карантин, как его здесь по-сингапурски называют, circuit breaker, заимствованная, которая от устройства безопасности электрической системы. И на английском называют, ну как перевод с английского – это предохранитель. Вот. И в таком вот режиме мы живем уже больше месяца, только с 7 января, с 7 апреля. То есть мы ушли чуть позже на карантин. Здесь закрыто все, кроме учреждений первой необходимости, но система все же отличается от других стран и выстроена достаточно логично. То есть на улицу выходить можно, например, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе, прогуляться в соседнем парке или вдоль моря, проходиться на машине по городу, погулять с собакой, с детьми, сходить за продуктами, в аптеку, забрать заказ, например, из ресторана. Ну вот правда, как только переступишь порог дома, надо прикрыть лицо маской, естественно, иначе штраф 300 долларов. А если застану без маски уже второй раз, придется платить 1000 долларов. Вот. Что нельзя? Нельзя. Главное – контактировать с другими людьми. То, что, опять-таки, логично, то есть полная социальная изоляция, запрещены все встречи с друзьями, с сестрами, братьями, если живут отдельно от твоей семьи, также там соседями, любовниками и все остальные. То есть и на улице, и дома встречаться ни с кем, контактировать ближе, чем на метр, подходить нигде. Я себя чувствую здесь в безопасности. Я чувствую, что правительство действительно делает все возможное, чтобы сократить число, оберечь нас. И всегда это все логично объясняет, и очень везде всегда в их сообщениях здравый смысл. Ну и, в принципе, по результатам можно видеть, что среди местного населения у нас вот за последнюю неделю зараженных от двух до пяти в день всего. То есть я еще не понимаю, почему мы должны еще пару недель сидеть, но надеюсь, что откроет, может быть, побыстрее нас. В Израиле все синагоги остаются закрытыми, хотя уже можно пообщаться с Богом у стены плача. Правительство разработало достаточно подробный план выхода из пандемии. При соблюдении всех санитарных правил там возобновляется работа общественного транспорта. Уже открылись торговые центры, рынки и спортивные залы. Со следующей недели возвращаются к работе музеи, а в конце мая все школьники сядут за парты, откроются бассейны и рестораны. Ну, смотрите, у нас уже даже футбол появился, начали вернуться, начали играть. Правда, это, конечно, боль без всякой связи с коронавирусом. И даже людей на пляж пустили. Правда, при этом запрещают в море купаться, что не выглядит логичным. Но по внешним признакам, особенно учитывая, что дети наконец-то в школу вернулись, это, конечно, самый большой праздник. А с воскресенья в полной мере система образования обещает вернуться к функционированию. Ну, разумеется, там правила теперь введены. Мы все теперь ходим в масках, стараемся соблюдать социальную дистанцию, будь она не ладно. И вы знаете, если говорить о том, что мы возвращаемся к нормальности, слово «нормальность» тоже ушла. То, что мы сейчас видим, это ненормально. Это, может быть, новое определение нормальности. Но так, как было, точно уже, по крайней мере, в ближайшее время не будет. Можно сказать, что ковид ушел, но мне кажется, я, скажем так, боюсь, по природе я больше пессимист все-таки, мне кажется, что он ушел так ненадолго, чтобы снова вернуться. Я не медик, я не разбираюсь в том, что такое вторая волна, в смысле ее вероятности. Но если правду говорят о том, что она вероятна, при всех тех послаблениях, которые мы здесь наблюдаем, я делаю вывод, что она должна вернуться к нам. По большому счету, театров нет, в кино сходить нельзя. Опять же, о пирамиде масла – это, конечно, не продукты первой необходимости. Но когда мы уже начинаем, вроде как оправились от шока, да, уже нет дефицита товаров, который был. У нас был дефицит товаров, знаете. Украина возвращается к довоенной жизни. Рестораны, салон красоты, репетиции в театрах, детские площадки и многие другие радости уже доступны во всех городах. Понятно, при соблюдении масочного режима украинские власти планируют через неделю, если не будет новой вспышки инфекции, разрешить проведение спортивных соревнований, без зрителей пока, и открыть гостиницы, а также возобновить работу детских садов. Мне кажется, у нас, конечно, часть людей вообще ничем себя не ограничивала, но вот как будто на низком старте все были. И вот все, кого я знаю, просто как будто галочки нужно было поставить, сходить на летник в ресторане, сделать маникюр, обновить причесочку. Не знаю, что из того, что еще было запрещено такого. Но вот то, что вот я вспомнила, это прям люди сразу побежали наводить красоту и наслаждаться. Плюс у нас еще была супер классная погода, вот 11 числа, как будто сам Бог велел из себя погода, велела, чтобы все вышли, наконец-то сходили в парк, сходили к бережку Днепра, купаться начали. Ну, как бы я не совсем уверена, что это можно делать. Сейчас я услышала, вот у нас как раз кабин заседал, до этого у нас были ограничения, сохранялись, что по двое человек ходить можно было, по двое, естественно, сидеть на летних террасах в ресторане, но сейчас сняли и можно уже по 8 человек собираться и по 4 человека сидеть вот за столом. Из того, что я смотрю, там понемногу начинает шуршать футбол, возвращаются к тренировкам. Вот на фоне того, что Бундеслига сказала, что они с 16-го и наша украинская премьер-лига там по чуть-чуть, по чуть-чуть собирается. Правда, какие-то клубы говорят о том, что у них нет денег для того, чтобы протестировать футболистов. А общественный транспорт пока не запустили, об этом активно говорят. Ну, допустим, тот же премьер-министр говорит о том, что нет четкого понимания, когда запустится метро в трех больших городах Украины, когда будет межгородской транспорт. Они говорят примерно раньше, чем середина лета. В России президент Путин отменил так называемый режим нерабочих дней, продлившийся больше месяца. И формально все граждане должны были вернуться на свои рабочие места уже на этой неделе. За исключением тех, чьи компании и предприятия остаются закрытыми по распоряжению глав регионов. Кремль окончательно снял с себя ответственность за развитие пандемии в стране. Эпицентр российского коронавируса находится в московском регионе, поэтому решением столичного мэра Москва остается на карантине до конца мая. Всемирная организация здравоохранения говорит, что Россия практически вышла на плату пандемии, что дает повод для оптимистичных прогнозов. Несмотря на катастрофически быстрый рост числа людей с выявленной инфекцией. Люди вот на две категории, я бы их сейчас поделил, все-таки, конечно, коронавирус это как бы так главная тема. Одни люди боятся, они действительно боятся где-то заразиться сами, где-то что даже как бы чаще, что принести близким своим. Потому что все-таки многие живут с пожилыми людьми в том числе, кстати. И действительно как-то пытаются принимать меры предосторожности. А есть люди, которые считают, что это все фигня, что ничего не нужно. Так называемые ковидиоты, которые наслушаются Михалкова, что это чипирование. До этого говорили, что с вирусом ничего страшного. И вот эта вот история, она будет и дальше идти. Потому что вот такой небольшой раскол в обществе, он будет иметь последствия. Во-первых, власть будет учитывать, особенно перед всякими выборами голосования, мнение и той, и другой стороны. Как бы поскольку у нас власть в стране следует за общественным мнением. Вот. А во-вторых, ну будет и вторая волна, и как-то нужно будет вот тоже принимать меры власти, чтобы не допускать распространения. Ну и посмотрим. Потому что это для власти очень большой стресс, скажем так, пожалуй, самый большой там с 1998 года. Даже может и сильнее. Потому что здесь у нас сейчас помимо экономических проблем, есть еще эпидемические очень серьезные проблемы. И как решать одни проблемы, не запуская другие проблемы? Вот это большой вопрос. Это, конечно, требует совершенно иных управленческих навыков, чем есть у существующей власти. Существующая же власть в России, похоже, занята проблемами для нее поважнее коронавируса. На прошедшей неделе Государственная Дума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство. Разрешив голосование по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней. Я так понимаю, закрыв тем самым вопрос всенародного голосования по путинским поправкам Конституции. Ни тебе наблюдателей международных, ни назойливой, ни системной оппозиции. Считай, не хочу. Вполне допустимо предположить, что втихую, решив эту, в некотором смысле, краеугольную задачу, Кремль позволил себе окончательно забыть о тех людях, которые по каким-то причинам не принадлежат классу бюджетников. Медведевский лозунг «Денег нет, но вы держитесь» совершенно обоснованно переходит к Путину. В очередном обращении к стране, выданном на этой неделе, российский президент ни слова не сказал о том, «Как выбираться из подступившей нищеты сотням тысяч людей, занятым в малом и среднем бизнесах». Зато в его последних текстах появились поэтически задушевные обороты типа «Родные мои», «Горечь потерь» или «Муторно и тошно», значение которых еще предстоит осознать. Многие отметили, что карантинные речи Владимира Путина довольно сильно отличаются по стилю от других его выступлений. Обращение к согражданам, которых было уже пять, демонстрирует совершенно иной подбор слов и выражений. Как отметил поэт Сергей Гондлевский, обращение Путина к соотечественникам в неделе пандемии, бледностью слога и невнятностью содержания, поддающегося противоположным толкованиям, вызвали у многих недоумение. «Мы-то привыкли к совсем другой речевой повадке президента. Она и запомнится». От брутального стиля Путина с использованием полукриминальной лексики, острот на грани приличия и грубоватых выражений не осталось и следа. Зато появился былинно-поэтический флер, оттенок задушевной беседы, трогательное обращение. Причем интересно, что по мере появления новых речей этих элементов становилось все больше. Первое выступление Владимира Путина, во время которого он объявил о так называемом нерабочем режиме с сохранением заработной платы, изобиловало строгими официальными формулировками и канцеляризмами. К развертыванию системы современной медицинской помощи и профилактике подключены все возможности и ресурсы. Еще одна цитата. «Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность понимания сложности текущей ситуации». Однако уже тогда появились первые задушевные нотки. Надо поберечь себя и близких, побыть дома, не надо полагаться на русская авось. В каждом последующем выступлении этих элементов становилось все больше. К примеру, в речи 8 апреля Путин включает интонацию понимающего, сочувствующего собеседника. Сейчас людям недобюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Далее появляется и что-то поэтическое. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется муторно и тошно. А в самом конце уже ставший мемом былинный пассаж о печенегах. Дорогие друзья, все проходит и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. 28 апреля задушевно-поэтическая составляющая становится еще заметнее. Появляются даже поэтические штампы типа оборота «Горечь-Потерь». «Понимаю, как это нелегко, и горечь-потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности». Тем более, что за окнами весна. Теплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, говорил президент. Более того, Путин напрямую обращается к литературным источникам. Давайте вспомним и очень короткие, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Он сравнивает коронавирус с военным противником и говорит, что россияне заставят его отступить. Наконец, апогея, эта задушевная интонация, достигает 11 мая, когда Путин говорит о завершении периода нерабочих дней. Президент использует необычную для него форму обращения. «Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть». Это не пустые слова, это вопрос жизни. Лингвисты, которые исследуют речь президента, не раз отмечали, что у Путина много речевых масок, которые он меняет в зависимости от ситуации. Вероятно, сейчас мы становимся свидетелями появления еще одной маски в арсенале российского президента. Отсутствие в ней брутальных и полукриминальных черт, возможно, говорит о том, что выступающий говорит об обезличенном противнике болезни, ход и последствия которых сложно предугадать. Слушайте, как бы там ни было, но здесь, в Соединенных Штатах, где количество умерших по причине коронавируса людей приближается к 100 тысячам, большая политика осталась в числе главных тем в жизни общества. Более того, она довольно органично интегрировалась почти во все события, происходящие вокруг пандемии. На этой неделе американские средства массовой информации опубликовали данные за апрель о сборе пожертвований на избирателей и кампании кандидатов. Так вот, только за один месяц в кассу Дональда Трампа пришло 61 миллион 700 тысяч долларов, Джо Байдену прислали 60 миллионов 500 тысяч долларов. Средний чек, что называется, около 33 долларов сноса, что по нынешним временам довольно значительная сумма, учитывая, что число зарегистрированных безработных в стране далеко за 30 миллионов человек. 32 доллара или 20 долларов не делают большой разницы в масштабах президентской гонки. Но эта форма выразить себя и сказать, я так зол, например, на Дональда Трампа из-за того, как он борется с ситуацией, я так зол из-за ситуации в экономике, что я хочу выразить свое недовольство в форме пожертвования 30, 40, 50 долларов на кампанию Джо Байдена. Это небольшие деньги, в особенности для кампании. Но если таких много, то собранных денег будет достаточно, чтобы купить рекламное время, которое нужно для победы. Но на самом деле это просто форма политической экспрессии. В американской политике деньги имеют значение. Чтобы иметь возможность соревноваться в президентской гонке, необходимо собрать очень большие деньги. Но решающие ли они имеют значение? И ответ здесь нет. Прекрасный тому пример 2016 год. Хилари Клинтон фандрайзингом собрала и потратила на кампанию почти миллиард долларов, в то время как Дональд Трамп потратил мизерную сумму в сравнении с этим. И он все-таки победил в 2016 году. Деньги не всегда решающие, но они дают огромное преимущество кандидату. Вот еще один момент. Я думаю, что более решающее значение, чем деньги, в президентской гонке имеет состояние экономики. Традиционно, если экономика на подъеме, то шансы на переизбрание президента высоки. А если она в упадке, то обычно действующий президент проигрывает новому кандидату. У нас были богатые кандидаты, которые тратили собственные деньги. Например, Майк Блумберг, Роспи Рост и Форбс. И они не то, чтобы выиграли. Деньги не всегда равны успеху. Но именно пожертвования, те деньги, которые ты получаешь от реальных людей, это может стать мерилом, насколько люди готовы пойти за тобой в данный момент. Джо Байден абсолютно точно собирает много средств сейчас. Потому что кажется, что он станет номинантом, предположительно. А это значит, что каждый демократ, который хочет убрать Трампа, кидает деньги в Байдена. Президент Трамп, действующий президент, баллотируется на второй срок. И обычно в такие моменты сборы средств для него стояли бы на паузе, даже в условиях отсутствия вируса. Многие бы ждали сентября, периоды, когда пройдут съезды партий. И вот тогда бы начали жертвовать деньги на кампанию Трампа. Но сегодня мы даже не знаем, будут ли съезды партий. Страсти накалились уже сейчас, уже май. Мы готовимся к лету. Энтузиазм демократов убрать Трампа очень высок. Но и республиканский энтузиазм также высок. Не позволить им это сделать. Пожертвование в кампанию – это своего рода счетчик одобрения, громкости аплодисментов, который показывает, что избиратели думают и как они собираются голосовать, и кого они хотят поддержать. В конце недели Палат представителей выдала еще один законопроект по поддержке американской экономики на 3 триллиона долларов. Он подготовлен демократическим большинством Палаты. Один триллион должен уйти штатам и муниципалитетам на поддержку сотрудников региональных структур. 375 миллиардов сельским структурам на поддержку фермеров. 200 миллиардов предназначены для оплаты сотрудникам разного рода служб жизнеобеспечения. Там же заложены еще по 1200 долларов безвозмездной помощи на каждого американского налогоплательщика. До 6000 долларов на семью. 75 миллиардов выделяется на бесплатное коронавирусное тестирование населения. Напомню, законопроект подготовлен демократической партией. Он должен быть утвержден республиканским сенатом. Шансы на это не очень высокие. Но в таком виде республиканцы, умеющие считать деньги, его не пустят со стопроцентной гарантией. Демократы, которые хотели бы победить президента Трампа в ноябре, вышли с трехтриллионным дополнительным законопроектом в помощь населению. И хотелось бы думать, что все это ради благой цели – помочь людям. И, естественно, это станет поддержкой народу. Но политическая причина за всем этим – они знают, что президент и республиканская партия станут сомневаться, подписывать ли этот биль. Они будут колебаться, подписывать законно дополнительные три триллиона долларов, которых у нас нет. Потому что для них более предпочтительный метод по возвращению населения к привычной жизни был бы разрешение открытия бизнеса, чтобы люди могли снова начать жить. Вместо того, чтобы хранить их под грудой триллионов дефицита. Я думаю, на что ставят демократы здесь. Они ожидают, что президент Трамп и республиканцы встанут в оппозицию этого законопроекта. Тогда демократы смогут сказать – посмотрите на этих жестоких республиканцев. Они не хотят вам добра, и тогда президенту и консерваторам придется отстаивать их точку зрения и доказывать, что именно они хотят лучшего для американского народа. Потому что они хотят, чтобы люди вернулись на работу, вернулись к нормальной жизни. Что они не хотят взваливать очередной дополнительный долг в три триллиона долларов. Республиканцам не нравится, как демократы расходуют средства. Многое объясняется курсом и целями. Большая часть выделяемых средств предположительно пойдет в распоряжение местных властей. С моей точки зрения это необходимо, потому что местные и штатные бюджеты в катастрофическом положении. Не только из-за дополнительных трат во время пандемии коронавируса, но и из-за того, что нет доходов от налогов. Деньги, которые обычно идут на школы, зарплаты учителям, полиции, медицинские учреждения, систему здравоохранения – это критически важные деньги. Республиканцам не нравится, что средства пойдут на поддержку штатов, где местные власти – демократы. Они просто не хотят на это тратить деньги. К тому же, я думаю, что республиканцы также волнуются, что мы просто тратим много денег. И нет четкого представления, откуда эти деньги брать, кроме как займ, очевидно. В надежде на то, что экономическая активность в будущем сгенерирует достаточно дохода от налогов. Но республиканцы традиционно скептически настроены в отношении федеральных трат. Это еще один пример из этого правила. Демократы, если законопроект подпишут, смогут получить преимущество. Они просят 3 триллиона дополнительной помощи. Они просили 6 тысяч выплат на семью. А это гораздо больше, чем первая выплата в 1200 на человека. И за это им будут благодарны их избиратели. Просто за попытку. Вопрос в том, сможет ли законопроект быть принят в Сенате, а уже потом подписан президентом. В особенности, зная, что президент будет воспринимать этот биль как победу демократов. И это ключевой момент. Если этот дополнительный пакет помощи сможет быть составлен так, что Сенат его утвердит. А у Дональда Трампа не будет причин не подписывать его, потому что он будет играть и ему на руку. Но на данный момент это выглядит как инициатива демократов. Судя по всему, раньше 25 мая Сенат даже не станет рассматривать законопроект демократов. Будет интересно услышать аргументацию обеих сторон. Ну а пока, если верить исследовательской компании ССРС, которая традиционно проводит социологические опросы для канала CNN, не отличающегося большой любовью к действующему президенту, в гонке лидирует Джо Байден. Его поддерживают около 51% потенциальных избирателей. У Трампа всего 46%. Бывший вице-президент большей частью популярен у женщин, афроамериканцев и граждан старше 45 лет. За Трампа в основном белое население страны со средним доходом и молодые люди. На Байдене, к слову, все еще висят обвинения его бывшей помощницы Таре Рид в сексуальных домогательствах. 77-летний кандидат говорит, что он не то что не имеет к этому никакого отношения, но и просто не может даже вспомнить, была ли среди его сотрудников женщина с таким именем. На прошедшей неделе завершилась двухлетняя эпопея, очень смахивающая на авантюру одного из самых знаменитых российских предпринимателей от интернета, создателя мессенджера Телеграм и социальной сети ВКонтакте Павла Дурова. После того, как американский суд окончательно подтвердил запрет на торговлю, создаваемой криптовалютой Грам, Дуров заявил о закрытии проекта блокчейн-платформы ТОН и прилагаемой к ней виртуальной валюты. Меня мои американские соседи, небезразличные к разного рода нетрудовым доходам, спрашивают, а что это все так возбудились? Ну, закрыли и закрыли, и без этого Грама есть куда рискнуть деньги в рост вложить. А ну кому все это надо? Знаете, все бы ничего, да вот этот самый Павел Дуров после выхода из проекта остался должен инвесторам 1 миллиард 700 миллионов долларов. Деньги, согласитесь, немалые. Так круто давно никто никого не кидал. Хотя, и это тоже можно было бы не заметить, но у многих людей из IT-индустрии сложилось впечатление, что у ставшего любимым местом встречи для российской оппозиции, мессенджера Телеграм, могут начаться тектонические изменения. Рассказываю, в чем суть. Вот эти самые сумасшедшие деньги были собраны всего за два раунда первичного размещения токенов. Токен — это вроде как жетоны, обеспечивающие право на получение криптовалюты в масштабе один к одному после запуска блокчейна. Среди людей, отважившихся вложиться в это дело, как пишут профильные медиа, довольно много российских миллиардеров. Ну, скажем, Роман Абрамович, Давид Никабашвили. Был там замечен даже министр правительства Дмитрия Медведева Михаил Абызов, сидящий нынче в КПЗ. В списке из 171 инвестора 39 американцев. Собственно, из-за них-то и возник весь сырбор с комиссией по ценным бумагам США, которая запретила торговлю граммом не только своим соотечественникам, но и вообще всем тем, кто намеревался этим заниматься. Надо сказать, граждане, участвовавшие в инвестировании, люди не самые бедные, а стало быть, не самые глупые. Порог входа в проект был установлен на уровне 20 миллионов баксов. Но вот пролетели они все, как наивные первоклашки. Основная претензия вообще к этому проекту, как бы ядро претензий, это то, что вокруг проекта сформировался рынок, атрибуты которого присущи полностью на 100% рынку, связанному с ценными бумагами. Ведь Павел собирал деньги только через крупных инвесторов с большими именами. А они, не дожидаясь запуска проекта, стали перепродавать свои доли. И мало кто понимает этого, говорят, что Дуров, на РБК написано, Дуров согласился вернуть 72% от доллара. Кому? Первым инвесторам. А если они это перепродали уже? Большинство из них, заплатив, инвестировав доллар, получив бумагу, право на 100 миллионов, распилили ее на 100 бумаг по миллиону и продали по полтора. Они-то в прибыли. То есть, они сейчас получат 72 копейки с рубля назад и будут пить шампанское. А пострадают те последние. Ведь в течение года на рынке, и почему это было на радаре в Security Exchange Commission, потому что на рынке было самошедствие. В течение года по миру бизнес-классом летали перепродавцы, у которых было право оптовое. Это то, как сделал Павел. То есть, он первое право продал только бигнеймом на большие суммы. Там 200 миллионов надо было зайти. И люди ездили и продавали. Говорили, хотите купить там на 5 миллионов долларов? Вот мы можем отпилить виртуально. И вы у нас это выкупаете. Но продавали это, естественно, с маржой. Что это? Значит, это ценная бумага. Все. Это ценная бумага. То есть, вокруг этого проекта еще до запуска сложился рынок. И в какой-то степени здесь я бы сказал, что я не хочу называть это глупость. Но мне кажется, это была недоработка какая-то. То есть, это же надо было видеть объем денег, который вокруг ходит, правило, по которым это все играется, масштаб и какая стоит цель. В целом это называется регуляторный риск, которому, наверное, большинство инвесторов было в той или иной мере готово. Так как они понимали, в какую они залазят инвестицию и какие могут быть последствия с криптовалютами, с блокчейнами в сегодняшнем мире, где эта история еще не до конца урегулирована. Поэтому здесь фактически остановка всего проекта и закрытие его связано с этим решением суда. Дуров не может дальше выполнять свои обещания перед инвесторами, не может передавать им грамм, и они не могут его перепродавать на вторичном рынке и так далее. Поэтому история с инвесторами закончилась, и чтобы хоть выйти как-то красиво из этой истории, он закрывает проект и возвращает частично средства, которые ему еще не удалось потратить. Большой вопрос задается, конечно, как дальше будет история финансироваться. Он в официальном своем заявлении открестился от дальнейшего участия в любых проектах, которые могут появляться вокруг этой истории. Как мы слышали, недавно был запущен проект от самого комьюнити. На базе открытых технологий блокчейна ТОН поддержало этот проект порядка 20-25 компаний, которые стали валидаторами сети под названием Фритон. И Павел в своем последнем заявлении заявил, что никакого отношения к этому проекту либо к другим проектам, которые будут запущены на открытых технологиях ТОНа, он иметь отношения не будет. Сейчас создатель закрывшегося проекта, напомню, еще недавно числившийся в лучших друзьях российской оппозиции Павел Дуров, говорит о несправедливости американского правосудия, да и вообще о том, что он глубоко разочаровался в Соединенных Штатах, власти которых, по его мнению, лишают другие страны суверенитета и возможности определять, что такое хорошо и что такое плохо. Выглядит это так, будто он готовит запасной аэродром на территории Кремля или Красной площади на худой конец. И вот еще о чем надо сказать. Я не встретил ни одного материала, посвященного этому проекту, где бы Дуров, как автор и владелец Телеграма, ассоциировался бы с Россией. Это был его собственный ресурс. И такое примитивное поражение, это его собственный репутационный ущерб. Во-первых, сейчас Россия в такой мгле внешней, да, что на нее нанести сейчас тень, как бы со стороны США, очень тяжело. Мне кажется, куда еще, да, если полночь, то какая-то может быть тень. А это, безусловно, личное. И здесь я могу сказать, что Павел Дуров просто повторяет путь классического, успешного, одиозного российского айтишника, вот, запустив что-то. Они почему-то такие вот становятся. Они мне напоминают чем-то пацанов из 90-х. Вот, в начале 90-х были такие крутые пацаны, вот, там, Олежки, Дерипаски, вот, из них потом получились, там, и проще. А сейчас есть такая когорта людей, это люди, которые начали какой-то делать свой продукт айтишный, и который у них очень хорошо куда-то взлетел, и вот они немножко вот это вот вальяжность, и вот это вот такая, по-английски это называется хьюбрис, да, это спесь такая, это даже не Ороганс, это что-то другое, это такое ощущение безменной такой крутости, вот просто, я вот, вот просто, то есть я буду кидать деньги в Питере, да, я буду там на Е-классе, на белом, там, милиционера сбивать, и дальше там буду что делать. Я буду делать все, что хочу, потому что я крутой айтишник. Это ему сверху, это никакого отношения к России не имеет, ему сейчас нужно будет подумать над своим поведением в целом, и составить программу выхода из этой ситуации. Первый шаг он сделал правильный, отказаться от этого проекта. Ну, деньги же как? Деньги ему простят, в конце концов. Но просто будут, я уверен, будут десятки, сотни инвесторов, которые будут с ним судиться, и требовать возвращения того, что к нему не поступило. Как я сказал, ведь эти бумаги были перепроданы с маржой. Вот в этом основная причина. Дуров уже давно открестился, наверное, от России, уехал много лет назад жить в Дубае и разрабатывать мессенджер Telegram, и сейчас является таким нейтральным предпринимателем с точки зрения политики. Он давно уже не пишет политических постов, не призывает людей выйти на митинги и бороться с блокировкой Telegram в России. Он уже давно погружен больше в такие геополитические глобальные истории в разработке своего Telegram-мессенджера и последние два года в блокчейном Тон, который он, на самом деле, и хотел сделать для открытого глобального интернета, для всех цивилизаций. Ситуация, которая случилась с СЕК и с Дом США, для Павла Дурова, безусловно, удар как для предпринимателя, наверное, его заслуг в целом, это не умаляет в индустрии. Он сделал огромный шаг, он продал инвесторам изначально воздух, большую идею, частично он смог ее реализовать и оставил свой продукт для, по сути, публичного использования следующими уже последователями, кто будет пытаться реализовать похожие идеи. А знаете, любимой российской либеральной тусовкой мессенджер Telegram при аудитории по всему миру около 400 миллионов подписчиков, обходится Дурову от 2 до 3 миллионов долларов в месяц. Сейчас вроде как он тратит на это свои деньги, образовавшиеся от продажи соцсети ВКонтакте. Шесть лет назад за 12% акций он получил 300 миллионов баксов. В прессе были сообщения о том, что около 500 миллионов долларов из собранных на первичном размещении он планировал пустить на техническую поддержку Телеграма. Теперь ситуация совсем иная. Свои деньги заканчиваются довольно быстро, вне зависимости от их объема. У него есть фантастический сейчас шанс, правильный альянс с людьми, с которыми он официально поругался, но я все равно не думаю, что он с ними. Он может вдруг появиться в России. Телеграм может стать частью Яндекса, Телеграм может стать частью Mail.ru. И я в этом не удивлюсь ни на грамм вообще. Потому что, еще раз, кто-то должен платить по этим счетам сейчас, Телеграм полностью облачное решение. Когда вы полностью чатитесь друг к другу, там тексты пишите, привет, как дела. Нагрузка одна. Когда у вас картинки, когда у вас стриминг, когда у вас звонки, это совершенно другая песня. Трафик в интернете дорогой. Сторочь ничего не стоит, трафик дорогой. Кто за это будет платить? За это платили инвесторы. Грамма. Такая была идея. Классический субститюшн. Одним кост одного продукта мы намазываем на другой. Сейчас, сейчас это просто абуза. От нее надо избавляться. И он от нее избавится. Ну, либо он ее оставит себе как хобби. Но это будет очень дорогое хобби. Ну, просто, ну, безумно дорогое. Либо, я еще раз, я уже сказал, он может превратить его в рекламную платформу. Тогда там появится очень много рекламы со всеми вытекающими последствиями. Но в любом из этих случаев аккаунт в Телеграме надо закрыть сейчас, в данный момент. Потому что каким-то образом ваши данные в Телеграме сейчас начнут монетизировать. Не тем образом, которым это планировалось. Планировалось иметь вас как клиента и предложить вам вот эту валюту. Эта идея не сработала. Слушайте, в среде IT-бизнесмена входит шутка, что Кремль испытывает чувство благодарности к американской комиссии по ценным бумагам, запретившей выпуск криптовалюты грамм. Теперь многолетнюю борьбу Роскомнадзора вместе с программистами в штатском против Дуровского Телеграма можно отменять. Потому как все идет к тому, что рано или поздно, напрямую или по касательной, он все равно попадет под влияние, если не сказать больше, управления российских спецслужб. Со всеми вытекающими последствиями. Вот так. Если вы все понимаете, значит вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся.